Жестокость, эмоции и прекрасная игра. На сцене Сыдранского драматического театра состоялась сдача нового спектакля по пьесе Островского «Блажь». Русская классика, как буря страстей и холодный расчет. Ну, конечно, обижают, все вас обижают, вы заплачьте, трогать им не будем. Он играет на сцене, словно над краем пропасти. В главной мужской роли Евгений Морозов. Его персонаж – игрок, вместилище мелких грехов. Он любит женщин и бесшабашную жизнь, которой его приучили. Это все равно, что, например, сейчас дать в 20 лет молодому человеку Феррари полные карманы денег, бабла, и отпустить его в жизнь. И как она будет меняться от этого, вот, собственно, оно и показано. Я думаю, что весьма актуальный у меня персонаж. Эта «Блажь» определяет поведение всех персонажей. Главную героиню играет заслуженная артистка России Татьяна Дымова. В каждой интонации сильная женщина и наваждение от любви. Настроение передают даже декорации. Их автор в зале, художник театра Анна Митко, окружила героев особым пространством. Когда они любят, с небес опускается купол. Что вокруг, зимний сад или омут, всегда остается загадкой. Нам показалось это интересно. Сам математика, сам материал. И самое главное, что это легло как бы на творческие желания режиссера, который поставил это, Владимир Коломак, наш хороший друг, который уже не первый раз ставит в нашем театре. Когда-то комедию «Блажь» упрекали за пикантные сцены. Во времена Островского пьесу практически не ставили. Теперь режиссер Владимир Коломак говорит, чтобы почувствовать театральные метафоры, понадобится интеллект. Но там есть какие-то моменты, которые не присутствуют в самой пьесе, но на расстоянии от времени написания они требуют какого-то переосмысления современного, чтобы в зрительный зал какие-то новые мысли сегодняшнего театра уже вдохнуть. Лирические мотивы и яркая сценография. Новую постановку оценит художественный совет. И, похоже, спектаклю уготована в Сызрани особая судьба. В сентябре «Блажь» будет премьерой 98-го театрального сезона. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально. Дмитрий Медведев.